Тамара Иванна, почти полвека проработавшая крановщицей в СМУ на Уралмашзаводе, не могла и представить себе, что когда-то в ее любимом парке Победы, буквально в нескольких шагах от легендарной танковой дороги, на которой в годы войны собранные на заводе завода в 34-ке, уезжали на испытания на полигон Красной Адуй, появятся бани с проститутками. «Построено шесть бань, которых проституток водят, вы уж извините, это точно так, потому что жители вот этих домов, они видят, как подходят машины, как девчонки вылезают, все видят, ночами, вечерами, значит, какой он имел право замахнуться на парк Победы, это святое Савельев, кто больше-то, я не знаю, что ему здесь на деньги зарабатывают». Для ветеранов Уралмашзавода человек, который вырубает под корешок березки в их заповедном лесу, а еще осины, ясени и груши, но об этом мы еще поговорим, но позже. Чтобы усладить клиента банным паром на березовых дровишках, просто Савельев. «Он уралмашский, он комсоргом, ничего я о нем только знаю, что комсоргом работал, больше ничего не знаю». Судя по договору с Мугисо, Борис Савельев, директор ООО Индефи, компания, которая входит в холдинг АВС Групп, получил в аренду один из участков Шувакишского лесопарка, без права к обстроительству и вырубке деревьев на нем. Природоохранная прокуратура формально так и не узнала о том, кто же летом прошлого года вырубал березки возле танковой дорожки, чтобы построить бани с элементами интима. Вероятно, кто-то скажет, дескать, все это слухи досужие. Но кому в самом деле взбредет в голову приглашать в Парк Победы в баню девиц да еще за деньги? К сожалению, это оказались ни вымыслы и ни слухи. Нам в руки попало видео, снятое скрытой камерой в октябре прошлого года в одной из этих самых бань, возле легендарной танковой дороги, с которой когда-то начиналась наша Победа, а потом до халчности забрел и сюда, в Парк Победы. – Будешь встречать? – Такие оберегисти. – Вы с ней решили? – Почему? – Нет, на своих. – Нет, я-то тебя буду. – Вы так начинаете, да? – Да нет. – А ты попадешь? – Это лучше провокация. – Что, две только? – Да. – И одни тапочки. – Здравствуйте. – Пожалуйста. – Я думал, это вы делаете. – О том, как настойчиво и втихаря рубили заповедные леса в Парке Победы на Уралмаше, мы поговорим в следующем сюжете. – Продолжение следует... – Продолжение следует... – Продолжение следует... – Продолжение следует...